Наоборот, сфотографируйте тебя. Как я, в простом слове. Разбережевший кадр. Новый. Пожалуйста, эти кадры с отрубки. Эти кадры с отрубки, правильно. Дорогие коллеги, хотя, я не знаю, что до кончика исчезает, но еще остались. Говорил всегда мой друг Борис Васильевич, который сегодня тоже не поступает. Верный Ленин. Нет, нет, нет. Вроде не по очереди. Как ты говорил тогда. По очереди идет Удаля Анатольевна Жукова. Тоже сотрудник и мой заместитель нашей библиотековой лаборатории. Она доктор наук, она классовская наука. Она профессор, можно поможем, тоже лет 10, по крайней мере. Вот. И я хочу ее представить как раз десятка или полутора десятка замечательных статей. Она мой соавтор в здании книги Острова в серии, которые Татьяна говорит в русских философах начала 20-го века. И автор нескольких книг. Удаля Анатольевна занимается также эстетикой и, соответственно, книги ее многие имеет. имеет кред эстетическую проблематику, что только повышает их интерес. А здесь у нее игра вокруг русских мыслителей, о которых она писала в русском левострове мемберализме, но на катастрофическом обочине. Дорогие коллеги, тема доклада обозначена «Катастрофическая эпоха Первая мировая война революции 17-го года в оценке русских мыслителей». Я конкретизирую тему доклада и посвящаю свое сегодняшнее выступление выдающемуся русскому религиозному мыслителю, правоведу, либеральному деятелю, князю Евгению Николаевичу Трубецкому. Вот Татьяна Геннадьевна ушедшая, она затронула запечатанную тему позиция философа в революции, которую можно обозначить как одномоментно вненаходимость и находимость, то есть то, что в социологии Александр Кирилевич называется включенное наблюдение. Здесь усиливается момент, конечно, философской рефлексии, и нужно сразу отметить, что тема революции занимает центральное место в дискуссиях и публичной полемике между выдающимися русскими интеллектуалами и, в общем-то, становится продолжением традиционного историасовского русского спора о цивилизационной и политической идентичности России. А вот философская постановка вопроса об исторической судьбе России в этот период во многом инспирирована событиями Великой войны, как ее называли, и как будто бы воспроизводя формулу Данилевского о возможном споре и катастрофическом столкновении германо-романского и славянского мира. Надо понимать, что процесс политической модернизации в России был значительно осложнен событиями Первой мировой войны, если не сорван ими. Вот этот факт, что революция является продолжением войны, он для русских мыслителей оказался узловым моментом в понимании трагической взаимосвязи между войной и большевистской революцией, в первую очередь, большевистским переворотом. Об этом в разгар гражданской междоусобицы и вратоубийственной войны на Белом Юге в 19-м году в публичной лекции «Великая революция и кризис патриотизма» скажет князь Сергей Николаевич Трубецкой, активный участник политических событий, который стал свидетелем Октябрьского переворота, произошедшего на фоне Великой войны. И именно с высоты философского осмысления современности он попытается соотнести происходящее с логикой мировой истории и выявить диалектику закономерностей и случайностей совершающегося сейчас в России. Трубецкой проведет параллели между революцией в России и Германии, в странах, которые наиболее пострадали от войны и столкновение которых на полях войны было масштабным и ожесточенным. Приятных отличий, но тем не менее были существенные подства, существенные подчеркивают. Везде революция есть и вся войны. Отсюда целый ряд явлений повторяющихся всюду, цитирует Трубецкого. Везде мы видим революцию по преимущественно военную, солдатскую, всюду сила вооруженного народа, раньше служившая целем защиты государства против внешнего врага, становится или грозит стать источником величайшей внутренней опасности. И, наконец, одно и то же парадоксальное превращение совершается в Германии и в Россию. Здесь его ключевая формула. Из милитаризма рождается большевизм. Эту тему и эту мысль Трубецкого в эмиграции, в одних и самых ярких политических мемуарах повторит и сформулирует еще раз журналистка, член ЦК партии кадетов Ряда Владимировна Тыркова Вильямс, подчеркнув, что политическая свобода, первые зачатки, которые были заложены с учреждением Государственной Думы, придавала новым силам, открывала перед русским молодом новые возможности. Но порожденная войной 1914-17 года, революция эту свободу разметала, творческий рост российской державы остановила. Порожденная войной революция. Революция по мнению русских интеллектуалов стала выражением национальной катастрофы. Этот сюжет бесконечно будет повторяться в эмигрантской историасовской мысли. Анализируя эти драматические события, либерально настроенные мыслители публично заявляли о своей патриотической и антибольшевистской позиции на страницах журналах и газет. Они возвышали свой голос в защиту права и в защиту культуры. Боль, боль, вот это главная тональность, которая сквозит во всех этих публичных выступлениях. Сознание происходящего, тяжелые предчувствия, которые граничив просто с метафизическим ужасом. Тема ужаса уже была затронута Владимиру Карычу. Историософия вот в этом ключе, историософия русской революции Трубецкого безусловно резонирует с эмоционально окрашенными размышлениями автора знаково для всей революционной эпохи сборника с символическим названием из глубины. Трубецкой, который участвовал в этой триаде только в первом сборнике проблемы идеализма, он формально не входит в состав сборника веки и сборника из глубины, но вместе с Островым, Бердяевым, Франком находится в одном смысловом и политическом поле русско-либерально-христианской мысли начала XX века. Философы, которые осуществили аналитику русской революции во многом созвучны Трубецкому и самое главное, что они совпадают с оценкой большевизма. Трубецкой определит большевизм есть фактор общественного гниения, конечно же связав его с русским радикализмом. Об опасности русского радикализма предупреждали авторы век и об этом замечательно еще расскажет в предисловии к сборнику из глубины Петр Бенгардович Струэй, который говорит о пути, который проделало русское общество к исторической катастрофе октября. Сборник Вихии, вышедший в 1909 году, был призывом и предостережением. На самом деле он оказался, как скажет Струэй, лишь и робким диагнозом пороков в России и слабым предчувствием той моральной и политической катастрофой, которая грозно обозначилась еще в 1905-1907 году и разразилась уже в 1917 году. Тема катастрофы, ключевое слово названо. Трубиской в полной мере разделяет идеологию авторов этого сборника с пророческим названием с глубины. что такое из глубины де профундис, вот чувствуемся и погрузимся в переживание этого слова. Это и метафизическое дно русской истории, которое мистическим образом связано с названием станции дно, Николай II отрекся от престола, и метафора судьбы русской интеллигенции, которая ушла в подполье, составив духовный интеллектуальный антеграмм России, или была в скором времени выдворена из России, или откровенно стала уничтожаться в стране Совета. Неудивительно, что исторические цивилизационные последствия русской революции Трубискому представлялись абсолютно катастрофическими для судеб России, Европы и мира, потому что они себя никоим образом не разделяли и на особости русского пути настаивали лишь только как версии общего европейского христианского мира. Они очень остро переживали несостоявшуюся модернизацию России, оценивали пагубность царской политики, моральное политическое банкротство правящего класса, а вот в революции пытались определить и понять психологию русской смуты как явление, которое раскрывает в целом логику отечественной истории. государство и общество, которые, к сожалению, не нашли путей согласования в составлении этого продуктивного общественного договора, государство и общество рухнули и выявили диалектику трагической для России взаимосвязи случайностей и закономерности в историческом процессе. Получается, что в очередной раз проявил себя своеобразный русский код духовной и социальной катастрофы, который заключается в сочетании реакционности традиционистского режима и радикальности устремлений гражданского общества, что, в общем-то, и было использовано большевиками в ситуации полного прорыча власти и слома социального порядка. И все же среди немалого количества работ ярких русских мыслителей, которые высказывались на самом революции, историасовский корпус работ Евгения Николаевича Трубецкого занимает совершенно особое место. И укажу на экзистенциальный и печальный факт, что, в отличие от большинства своих выдающихся сподвижников проведения Евгению Николаевичу не оставило времени и места бытия на земле, поскольку он не эмигрировал, и его земной путь завершился в России в начале 1920 года. Он не участвовал в дискурсивной разработке сюжета, который стал центральным для историасовской мысли эмиграции. Революция осталась опытом его жизни, а не опытом памяти и рефлексии ученого и мыслителя, который вплетает воспоминания о далеком моменте уже в большой философский исторический нарратив. Это его значительно отличает от всех прочих эмигрантских мыслителей. он, конечно, готовился разделить эмигрантскую судьбу, но Божья воля решила иначе. Корпус историасовских работ Трубецкого периода трех русских революций одинаково важен нам и как опыт исторического свидетельства, и как, я на этом настаиваю, оригинальная разработка философской исторической проблематики, когда рефлексивная мысль непосредственно включена в социальную ткань жизни, то, как чувствуется, воспринимается, в каких формах осмысляется, при этом создает сценарий, сценарий настоящего и провидит будущее, то есть строит прогноз. Конечно, стоит подчеркнуть, что тема философии истории революционного катаклизма присутствует не только в журнальных и газетных статьях, в лекциях выступления Евгения Николаевича Рубецкого, а то, что она фундирует основные его философские работы. Все его тексты, посвященные революции, в них просматривается подход профессионального мыслителя, который создает рамку историко-философскую и политико-философскую для понимания наблюдаемой мемориальности. Обдумывая текущее событие, глубоко и болезненно, переживая разрывы исторического социального поля русской жизни, Трубецкой создает прецедент актуальной философии истории. Что он изучает, рассматривает и понимает? Он, по сути дела, конструирует социальное знание о выживших силах истории и предельных основаниях человеческого познания. и проблематизирует это темой смысла жизни. Его философская дистанция по отношению к текущим событиям имеет скорее даже не экзистенциальную и политическую, а интеллектуальную и религиозную природу. В ней соединяется знание, красное чувство верующего человека, схватывающего философской интуиции два плана бытия. временное, исторически приходящее и вечное то, что он сам предпочитал называть прекрасное видение того безусловного смысла, который состоял в разрешении мировой трагедии. Поэтому реальность для философского мирочувствования Кузьминского это способ отыскания внутреннего смысла событий, который имеет двойную оптику видения. Трубецкой рассматривает историческое событие во взаимосвязи как с прошлым, так и с будущим. При этом его мысль обогащается образным содержанием. Он адресуется к памяти культуры. Он насыщает свои тексты художественными ассоциациями и религиозно-образными ассоциациями. Об этом свидетельствует его книга, страшная, тяжелая книга, «Два зверя, старая и новая», которая вышла в середине 1918 года в типографии Сытина, тогда, когда Россия в смятении своих чувств моральных и политических чувств необратимо продолжала путь к исторической катастрофе. По замыслу, я напоминаю, что по замыслу этой книги на самом деле это републикация его известных сотей, которые были изданы в 1906, седьмом, восьмом и девятых годах в московском еженедельнике рупоре, либеральном рупоре и рупоре партии мирного обновления редактора московского еженедельника был Евгений Николаевич Трубецкой. И вот здесь Трубецкой сразу раскрывает программу своей книги, говоря о том, что эти статьи стали откликом на события первой революции, а теперь они воспринимаются им как сбывшееся предчувствие всемирной беды и катастрофы, настигшей Россию. Тем самым для него прошлое становится таким подсвечивающим началом, толкованием, служит толкованием современных событий тогда, когда продолжение и развитие единого исторического процесса объединяет обе революции. Объединяет обе революции. Не случайно он делает отсылку к апокалипсическому образу видению двух зверей, которые выходят из бездны. Это образ откровения на богослово. И действительно реальность настоящего для многих русских философов стала буквальным явлением тайновидца образа, в который узрел тайновидец. на этом мотиве апокалипсической катастрофе как современной, простите, как своеобразной доминанты русского сознания замечательно укажет Бердяев чуть позже в своей эмигрантской книге 23-го года «Миросозерцание Достоевского». Он укажет прямой путь, что обогащение апокалипсическими образами для русского самосознания произошло под влиянием, непосредственным влиянием Достоевского. Это мироощущение сделалось катастрофичным, наше мироощущение сделалось катастрофичным, скажет Бердяев. Это Достоевский нам его привил, Киреевский, Хомякова и Оксакова, из которых были у Достоевского. Есть у нас некоторые общие верования и идеи, но не знали они еще того катастрофического мироощущения, которое захватило потом даже таких сравнительно спокойных и устойчивых людей, как, например, князь Евгений Трубецкой, говорит Бердяев. Действительно, правовед Трубецкой обладал очень устойчивым и деятельным и спокойным взглядом на жизнь. Тем не менее, он восприемник идей Владимира Соловьева, и он уже получил прививку последнего и предельного конца всех вещей по выражению Бердяева. Он человек иной эпохи, эпохи после Достоевского, для которой характерна уязвленность последними метафизическими вопросами, уязвленность последними метафизическими вопросами. И вот это вот миросозерцание он себе удерживает, удерживает, решая проблему веры и разума, вслед за отцами церкви, средневековыми теологами и философами нового времени. Как верно заметит Бердяев, после Достоевского тех, которые приобщились к его духу, меняется ткань души. Пережившие Достоевского души обращаются к неведомому и жуткому грядущему, души эти пронизываются апокалиптическими токами, в них совершается переход от середины к окраинам души. И полюса ощущения русской эволюции, не зная середины, она знает только полюс, и этот полюс апокалипсический. Можно согласиться с такой оценкой Бердяева, что своим обостренным религиозным чувством Достоевский просто поменял перспективу русской мысли и в этой перспективе уже пишет свою историософию и переживает ее Евгений Трубецкой. По сути дела он перенастроил русскую философскую оптику в религиозно-этическом, экзистенциально-персоналистическом и мистика в апокалиптическом ключе. Об этом же говорит не только Бердяев, но и Лоский. Подчеркиваю, что линия русской философии устраивается уже в этой метафизической перспективе. Поэтому я считаю, что философия истории Трубецкого, его опыт переживания осмысления революции с привитым русскому миросозерцанию апокалиптическим чувствованием это оригинальная версия социальной метафизики со смещением в область религиозной философии истории и теологии культуры. Особо выделю, что опыт осмысления революции для Трубецкого глубоко связан с ключевой религиозно-философской проблемой свободы и бессмертия, которую он понимает в сопряжении с проблемой смысла жизни. А проблема уже смысла жизни проецируется на жизнь человека и на исторический процесс. У истоков этой темы в творчестве Евгения Николаевича Трубецкого конечно же понимание и реинтерпретация религиозно-философской мысли Соловьева. Собственно после Соловьева он наследует эту метафизическую рамку истории и понимает ее так, как будто бы в историю вовлечена жаждущая свободы бессмертия личность. Трубецкой погружается в эту проблематику работая над своим знаменитым двухтомником миросозерцания Владимира Сергеевича Соловьева и вот это понимание к нему приходит в Риме в 2011 году где в общем-то он наконец дистанцируется от Соловьева и критикует его за теоцентрический и католический соблазн в его толковании христианства но надо сказать что мнение Трубецкого о том что православная православная метафизика русской истории является определяющей для всей нашей старецовской мысли она в общем совершенно справедлива и в данном случае можно согласиться с критикой Трубецкого в отношении Соловьева поскольку он считает что Соловьев недооценил спасительную мысль спасительную роль и миссию восточно-христианской традиции но самое главное что в этот период 11-12 год окончательно складывается его способ прочтения и понимания истории о чем собственно он с воодушевлением сообщает в письме своей постоянной корреспондентке Маргарите Морозовой и сообщает о том что заканчивают главу Соловьев под названием Вселенская русская теократическая идея Соловьева и вот после этого периода Трубецкой после написания этой главы и этого откровения полученного в Риме он буквально физически начинает ощущать историю которая излучает прикровенные сверхмиссианских святынь Трубецкой поднимается до высоких религиозно-философских обобщений и продолжает удерживать этот опыт духовного прозрения смысл истории на протяжении всего последующего творческого пути с наибольшей полнотой проблема смысла истории в которую включена жизнь человека с ее неизбежной трагедии смерти и воскресения звучит в теме всемирной катастрофы войны и революции она понята Трубецким в духе христианского учения о свободе и бессмерти и раскрыта в книге революционного периода который выходит в 18-м году в абсолютно философской книге смысл жизни по мнению Зинковского Трубецкой концепт смысла жизни это определяющий манит творчество Трубецкого и в его объеме этого понятия собственно строится вся его логика переосмысления и трактовки русской катастрофы и войны и революции Трубецкой считал эту книгу самой важной для раскрытия своего мира созерцания надеются продолжить свои исследования философские о свободе и ценности культуры смысле истории человеческого существования он подчеркивал что начало книги начало книги было осложнено предчувствием надвигающейся на Россию катастрофы а вот завершение этой книги публикация этой книги уже совпало с катастрофой как свершившееся предчувствие слышались отдаленные раскаты грома приближающейся грозы но оставалась надежда что она минует и все еще казалась целым потом труд был прерван в самом его начале революционной бурей он возобновился под гром пушек московского октябрьского расстрела 17-го года теперь когда он кончен Россия лежит в развале она стала очагом мирового пожара угрожающего гибелью всемирной культуры эта книга осталась завещанием Иггей Николаевича Трубецкого где он дал вдающуюся аналитику русского и европейского модерна кризиса культуры и ценности его политического проекта анализ философского наследия Трубецкого убедительно показывали что в смысле жизни он продолжает разрабатывать отдельные тезисы и идеи которые были высказаны в его статьях 1906-1919 годов когда он оценивает политический процесс в России как закономерность в истории увидел в ней не только социальную проекцию но и духовно-нравственное измерение все это позволило Трубецкого как метафизически ориентированному философу истории увидеть социальность одномоментно и в ее статике и в динамике и в разломах и турбулентности но в горизонте абсолютно абсолютно в религиозной логике происходящих и грядущих событий по сути в этом и заключается философский аргумент князя Евгения Трубецкого в пользу всемирного смысла который обнаруживается сквозь всю бессмысляцию мировой войны и революционного хаоса этот аргумент неприходящего духовного значения интеллектуальной силы это завещание которое свидетельствует о смысле в эпохе торжества ада и бессмыслицы в эпоху катастроф доказательства в пользу верящего разума и в пользу вечной надежды которая согревает человека находящегося в метафизическом дне своей собственной истории спасибо спасибо Называет его «Наш главный шеф, великий либералисимус Куркин». Вот перед либералисимус он же Алексей Алексеевич Карамурзан, он же доктор Глазовский фронт, он же главный специалист соединения России с Бургенским. Он же, создавший вместе со своим другом книгу «О Петре Великого», которая, собственно, и параллель расчетов цивилизованного структуру, он же автор невероятного количества статей, и даже представить не будет, и так далее. И нам так повезло, что он еще главный сотрудник нашей лаборатории. У нас такое фантастическое предупредение в лицах этого человека. Более того, нам всем предусмотрим, что он не поступает сейчас. Спасибо, Владимир Михайлович. Я очень рад за вас, за лабораторию. Я хочу сказать, что мы с моим соавтором, профессором Поляковым, Леонидом Владимировичем, написали гораздо более актуальную для сегодняшней конференции книгу «Русский о большевизме», вот эта знаменитая энциклопедия или справочник даже аналитической антологии «Скоро 20 лет, а ничего похожего». Мы хотели сделать тебе сюрприз, сейчас 20 лет исполнится, и ты ее получишь. Дело в том, что в этой энциклопедии там сотни и сотни прорывов русской мысли по отношению к тому, что же был такой большевизм в русской истории. И тем не менее, я настаиваю на тезисе, что стратегическую линию оценки большевизма от истоков до наиболее высшей ее стадии, и, возможно, на излете, и что с этим делать, и как это, возможно, закончится, сделало всего несколько человек в русской истории. Во-первых, те, которые действительно дольше пожили, чем Книаси Евгений Трубецкой, то есть все-таки оказались в эмиграции, анализировали там. Во-вторых, которые не были все-таки задействованы на такой политической паденщине, а стратегически мыслили. Причем имели рупор для изложения своих мыслей. Я считаю, что, конечно, наибольшую заслугу здесь имеют авторы парижских современных записок, и особенно тех, которые продолжили эту линию в Новом Граде. То есть стратегически, я считаю, что больше всего сделали от истоков до возможной кончины большевизма всего несколько человек. Это Федор Степун, это Георгий Федотов, менее известный их соавтор Илья Сидорович Бунаков-Фундаминский в своих «Путях России». Я бы сюда не отнес ни Бердяева, ни Струва, ни даже Франка, о котором мы будем еще в конференции осенней говорить. Хотя это люди многие интеллектуальные прорывы сделали. Но вот так, чтобы от истоков большевизма и довести идею, а когда же и чем это все кончится, сделал всего несколько человек. Вот в связи с этим есть еще одна совершенно неизвестная фигура, возможно, для кого-то она настолько же неизвестна, как для меня был профессор Койгин из доклада моего друга, профессора Щедриной. Я первый раз о нем слышал. Вот, это фигура, которую все в эмиграции называли просто Таллин. Он подписывался псевдонимом В.И. Таллин. У него была масса других псевдонимов. В частности, наиболее известный его псевдоним С.Т., то есть Степан, условно говоря, сокращенно, Иванович. Хотя все считали, что это С.Т. Иванович. Вот, на самом деле, это такая фигура, как Семен Осипович, португей, с 80-го года рождения. В общем-то, такой, прямо скажем, местечковый еврей из Кишинева, из очень простой семьи, но который проделал совершенно уникальную фантастическую эволюцию в качестве интеллектуала. Может быть, потому что у него были хорошие учителя. Это был лучший ученик Кишиневского сынова, знаменитого Гальдендаха, который потом прославился как Рязан, первый директор института Маркса Энгельса, самый образованный марксист своего времени, который убирал на раз вот того самого Владимира Ильича по своему знанию вообще, что такое марксизм и что из него можно вытянуть. А в Одессе, где он начинал, я имею в виду Таллина уже, я буду его так называть, где он начинал свою публицистику, он до революции уже прославился как один из лучших политических фельдетанистов России. Его знали под разными псевдонимами. Так вот, его учителем в южном обозрении в Одессе был такой Арон Соломонович Ланда или Лянда, которого все мы знаем как изгоев, один из авторов веховского направления, и вехов, и из глубины, и, конечно, человек недооцененный тоже, но, возможно, вот сейчас, когда будет третье издание книги под моей редакцией «Российский либерализм. Иде и люди», там замечательный есть очерк об изгоеве, который, мне кажется, вот сейчас заполнит несколько эту лакуну. Вот имея таких замечательных учителей, конечно, понятно, почему он очень быстро двигался. Человек, которого вел по жизни в меньшевистском лагере, он меньшевик был, Александр Потресов, который, кстати, категорически расходился с левыми меньшевиками, как в России предсоветской, советской, так и уже в эмиграции. В всяком случае, разница между Потресовым и линией Мартова, который потом унаследовал после смерти Мартова, Дан, вот у них был такой диапазон разночтений, что Франк, о котором мы говорим, в своей типологии, там, право и лево, известные их работы, он говорил, что, конечно, разница между Даном и Потресовым гораздо больше, например, чем между Потресовым и кадетами. То есть это был правый меньшевик, который очень тесно работал, например, с милюковскими последними новостями в Париже. И, конечно, был одним из золотых перьев современных записок. Рядом публиковался со Степуном, Бунаковым и Федотовым. Мне кажется, что это интереснейшая фигура. И, кстати, в отличие вот от профессора Куйгина, все с ним, более-менее вся биография ясна. Он из Парижа после захвата немцами, как натуральный еврей, вынужден был, скорее, бежать в Америку. В 1944 году скончался под Нью-Йорком, и там и похоронен. Вот почему это интереснейшая, на мой взгляд, фигура? Во-первых, я бы сказал, я его назвал, я книжку о нем написал очень давно, но вот сейчас появились у меня в распоряжении такое количество новых источников, что это все надо, конечно, дорабатывать и переписывать. Я собираюсь этим заняться, вот в этот юбилейный год революции. Потому что фигуры до сих пор мало открыты, и мало кто, видимо, нашей работы прочитал, не обратил на него внимание. Так вот, я хочу сказать, что он, конечно, отличается от многих по двум позициям. Во-первых, это не только мощный теоретик и историасов, на что он, безусловно, может претендовать. Это один из первых русских профессиональных социологов. Дело в том, что в отличие от всех наших вот этих кумиров, и я очень люблю, разделяю нашу общую любовь и к Федотову, и к Степуну, и к Франку, но дело в том, что Таллинн пользовался документами в эмиграции, которые присылались непосредственно из Советской России. Дело в том, что в Женеве, в Бюро Международной Федерации Труда, находился русский отдел во главе с таким Загорским, его учителем, в известной степени, в социологии. Так вот, туда стекались все документы из Советской России. Даже трудно себе представить, как они туда попадали. Вплоть до, извините, протоколов секретариата ВКПБ. Как они там оказывались? Это нужен еще один Эйдельман, который там раскапывал, помните, тайные корреспонденты, полярные звезды Герцена, да? Вот как попадали в Париж и в Женеву материалы из России, очень трудно сказать. Но на основе этих материалов Таллинн не только писал свои многочисленнейшие публикации, а иногда в одном современных записках он пишет одну статью теоретическую под фамилию Таллинн и одну чисто социологическую под псевдонимом Степан Иванович. Так вот, просто для этого использовал эти многочисленные псевдонимы, в которых, кстати, многие запутались. Я видел огромное количество рабочих, считая, что это разные люди. В частности, у нас до сих пор, вот те, кто писал в Советской России о том, что делается в эмиграции, их считали совершенно разными людьми. Ну, это понятно, разрыв был огромный, там Зинаиду Гиппиус и Антона Крайнева тоже считали разными людьми, хотя это... Ой, вот где он уже? Да, вот в эмиграции. Так вот, Таллинн бежал в 21-м году из Советской России, с тех пор начал вот свои знаменитые работы. Причем его сразу взяли. И в современные записки Амельюков взял в последнюю новость. Повторяю, один из лучших политических публицистов и фельдетанистов. Читать его вообще одно удовольствие. Ну вот, в качестве социолога он написал пять мощных монографий, которые еще, конечно, требуют переиздания. Это, там, 10 лет ВКПБ, 10 лет Российской Красной Армии, там, 10 лет Советским профсоюзом. То есть на основе, на чистом анализе эмпирического материала он делал мощнейшие теоретические выводы. Это первое. И второе, он продумал не только, почему большевики пришли к власти, хотя об этом я тоже несколько слов скажу. Он все метаморфозы большевистского режима на вот этой эмпирике изучил, потому что это все было не так просто. Это не статичная была ситуация, она постоянно меняла. И он предвидел, я вот, главные его тексты написаны в 1927 году, я считаю, вот такой апогей его проницать. Он предвидел то, что у нас случилось в конце 80-х, начале 90-х годов. То есть в этих работах Таллин написал, что, как ни странно, прорыв в пост большевизм произойдет изнутри самой правящей монопольной партии. Ну кто это мог предвидеть в 20-х годах? Что изнутри самой партии пройдут люди, которые похерят эту партию и весят социально. Это первое. И второе, он сказал, что особую роль здесь сыграет молодежь. Комсомол, он сказал. Комсомольцы съедят старых дураков партийцев. В 1927 году он сказал. Вот потому что он именно был социологом, а не просто историософом. Работал с материалом, у него это получилось. Но вот для сегодняшнего выступления, я собираюсь написать целую серию статей, если кого-то заинтересует. По поводу вот этих вот превращений, особенно меня, конечно, интересует молодежная тема. Но для сегодняшнего выступления я взял его дуализм двух вещей, которые в истории сшибаются, и на основе которых вот этой паре понятий. И можно понять лучше, что такое произошло с Россией, в смысле большевистского переворота и всех метаморкозбольшевизм. Ведь он в первую очередь доказывает то, что сегодня многие раз обсуждались. Ленин сделал сознательную ставку на хаос. Вот тогда, когда многие считали, что надо хаос убрать, как-то элиминировать, даже Церетели, даже действительно члены Петросовета боролись с хаосом. Потому что я уж не говорю про Корнилова или деятелей первого либерального временного правительства. Все боролись с хаосом. А Ленин сделал сознательную ставку на хаос и выбрал. Но вот вопрос в том, он приходит к власти. А как жить-то в государстве, если бы ты сделал ставку на хаос и на антисоциальные элементы? Что ты с ними так быстро и что потом? Как может существовать, причем довольно долго, режим, который весь был построен на антисоциальности? Вот этот анализ Таллина, на мой взгляд, чрезвычайный интерес. Вот его историационская концепция связана с рассмотрением феномена большевизма и нашей большевистской революции с двух противоположных ракурсов, как бы на скрещении двух таких аналитических стратегий. Во-первых, конечно, он признает о том, что то ли иное событие – это факт. Раз оно случилось, значит, были предпосылки. И оно входит в историю. Это факт. Революция, временное правительство, белое движение, гражданская война – все вошло в историю. История – это совокупность того, что действительно имело место. Но, и вот здесь интересный ход, который, в общем-то, в таком развернутом виде я ни у кого не встречал. В каждое событие входит история, в свою очередь. Не только история входит в событие, но и в событие входит история. И когда она туда входит, оно это событие начинает переначивать по-своему. В зависимости от некоторых ходов цивилизационных, от предшествующего бэкграунда, что со страной происходило. Не только событие входит в историю, но и история входит в событие. Туда врываются силы социологического, как он пишет, развития, которые превращают первоначальную значимость этого события из одной в другую. Иногда впрямо противоположную. И вот выдерживая эту методологическую стратегию, я бы сказал, что это для социологии, это для хай-класс, конечно. Но и вообще историософы, многие вообще до этого никогда не доходили. Они некоторыми метафорами работали, а здесь реальные два серьезных понятия, с которыми можно философски очень серьезно работать. Так вот, большевизм, конечно, вошел в историю, но в него начинает входить история, которая видоизменяет его до неузнаваемости. Он действительно констатирует, большевики ведь отказались от всех своих главных принципов. Делали ставку на мировую революцию, отменили мировую революцию. Делали ставку на отмирание государства, отменили государство. Делали ставку на всеобщее равенство, выстроили неравенство. Вроде критиковали бюрократов и коррупционеров, в итоге получили такую бюрократию, которая, по некоторым данным, просто за два года, в пять раз больше, чем в Российской империи, стала советским бюрократом. Просто они кормились там, это социальный слой, социальная поддержка вот этого режима, потому что они от него кормились. Так вот, в этом смысле получается в том, что главный вопрос для большевиков был, он сформулирован самим Лениным, как удержат ли большевики государственную власть. Вот это единственный и главный вопрос большевиков. Все, что позволяет удержать власть, все надо и необходимо делать. В том числе и сдавать свои первичные теоретические позиции. Они глубоко вторичны по отношению к власти. И вот здесь в этот большой разговор входит более частная вещь, которую я хочу заострить внимание. Это еще пара пометий. Это история и исторический случай. Большевики, на его взгляд, это действительно подтверждается фактом, прекрасно сознавали, что за них фактически исторический случай. Вот сегодня мы об этом тоже говорили. Вот так вот в констелляции фактов произошло, что они схватили власть, которую даром они вообще не должны. Можно было предотвратить это, но свезло, что называется. Они схватили эту власть. Так вот, конечно, и большевики прекрасно понимали, что на их стороне исторический случай. Но против них история. И что тогда они делают? Вот вся загадка чрезвычайной террористичности большевистского режима, она заключается по Талиновым в том, что задачей их была случай возвести в историческую закономерность, а наоборот, историю к себе не пустить. Максимально не допустить регенерации нормальной жизни всеми силами. И тогда получается вопрос. Он, кстати, говорит, зря Ленина сравнивают с Петром Первым. Петр, наоборот, пустил историю в Россию. А эти, наоборот, отгородились от истории и все сделали, чтобы ее сюда не пускать. Заметьте, мы все дожили до этого момента. Чуд Горбачев говорит, давайте пустим сюда историю. Все, это все закончилось. Разгерметизация произошла всего нашего космического корабля. Вот зажили так. А зажили хорошо летели. А нормально летели бы, да, в скафандрах, правда, таких человек, которые в этом душатном и в этом. Ну ладно. Так вот, несомненная заслуга Таллина, это как раз постоянный анализ с двух позиций. Как большевики не пускают к себе историю? Как они случай возводят в закономерность? Рассматривают все модели. Например, партийные чистки. Он же понимает, что, большевизм понимает, что изнутри идет регенерация. Идут партийные чистки, которые абсолютно необходимы, по мнению Таллина. Они абсолютно обусловлены. Почему? Потому что монопольная партия, она как губка. Он говорит, это ноев ковчег, в который записываются все. Они там спасаются от бушующего океана бесправия. Все пристраиваются в партию. Поэтому она становится таким, что там постоянно надо чистить, иначе это взорвется изнутри. Поэтому чистки, постоянные нагнетания чрезвычайщины, образ врага и так далее. Все это социологически анализируется. Но он считает, что все это рано или поздно должно взорваться. Потому что случай проходит, он пишет, а история-то остается. Когда история туда зайдет, она взорвет. Правда, сначала, он говорит, это тоже очень интересно, большевики настолько репрессировали нашу историческую повседневность, столько людей уничтожили, столько людей высвали, что получилось так, что к нам история сначала начала входить задом. Не передом, как надо, для прогресса, а задом. То есть прошла регенерация старой истории. Отсюда вот этот царский аппарат власти, который многократно он может... Об этом архаизация общественных отношений и так далее. То есть задницей вошла история в этот историчный случай. Но пусть этот уровень упал, но дальше история начинает разворачиваться передом. И вот в этой молодежи, казалось бы, которая сначала была увлечена революцией, в ней происходят нормальные процессы регенерации повседневности. Что не мог предусмотреть Таллин, это, конечно, Второй мировой войны. То есть он уже в конце 20-30-х годов считал, что скоро это закончится. Потому что он не мог предвидеть такого кровопускания, как 1937 год. Потому что Сталин, казалось бы, подглядел. Многие говорят, что это загадка. С какой стати они невинных людей начинали миллионами убивать? Он, может быть, почитал или ему доложили, что если ты это делать не будешь, это закончится просто не потому, что тебя кто-то свергнет, а потому, что это взорвется, этот котел. Ты запустил такие механизмы, что сейчас тебе войдет история, и ты сам выйдешь. Поэтому огромное кровопускание 1937 года и, конечно, Вторая мировая война. До окончания которой, как я уже сказал сам, Таллин, португейц Иванович, не дожил. Его излюбленный анализ, вот его коронка, это анализ метаморфоз, который происходит с самой партией. Если все можно делать только через ВКПБ, то туда вступают все, которые там начинают преследовать собственные интересы. Поэтому вот это чистки, ротации, партийный террор, это то, что он сказал, налаживание партийной емкости. Все рвутся в партию, но места не хватает. Поэтому приходится прорежать постоянно. Это Сталин, конечно, делает сознательным, но Сталин не предвидел 100 таких больших объемов. Вот, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, и что, мне кажется, он вообще стоит особняком, даже перед теми корифеями, о которых я говорил. Он сказал, ребята, это надолго. Он им в начале 20-х годов говорит, завязывайтесь с иллюзиями по поводу белой борьбы. Ничего не будет. Режим молодой, энергичный, он выстоит. Он рухнет только тогда, когда он сам постареет. Его могильщиками станут не те, кто с ним сейчас борются. Увы, мы уже не увидим, возможно, этого. Его развалят те, кого он сам вырастил. По законам, которые он сам вырастил. Вот это, на мой взгляд, прорыв, который произошел на рубеже 20-30-х годов, оказался совершенно незаметным. И самый последний кусок, а чем все это кончится? Ну, взорвался котел. А что будет-то после? И вот здесь, на мой взгляд, еще одна такая вещь, которая делает ему большую честь. Он сказал, что окончание революции станет делом рук самой коммунистической элиты. И в коллапсе советской системы начнется изнутри ее главного института монопольной партии. Он был убежден, что большевизм преоддают не те, которые к нему не пошли, то есть уехали за рубеж, а те, которые из него вышли и начнут от него уже уходить в результате его собственного старения. На рубеже 20-30-х годов он предвидел, что новую свободную Россию добудут вот эти поколения рабфаковцев. Вот этих, которые хотели культуру через рабфаки, может быть, через партийный билет, которые начнут учиться и которые потом скажут, слушайте, а почему мы так живем? А мы хотим дальше. С ними будут разбираться и будут чистить. Но в какой-то момент вот этот вот зверский режим, он потеряет свою остроту и станет довольно вегетарианским. Он не будет уже хватать и есть, и кусать, а он будет просто дергать. Вот завтра приходи на парксобрание или на конференцию, или будешь сегодня, поедешь на картошку. Ну, как будто про нас написано, про меня-то во всяком случае, как человека, который окончил курсы трактористов, будучи кандидатом философских наук, курсы трактористов при райкоме партии. Он будет дебют в институте философии. Это точно по-другому, почему я к нему с таким пиететом отношусь. Что касается предположения о возможном характере будущей России, то он говорил, ребята, с чего вы считаете, что под глыбами вот этой дряни живет какое-то хорошее общество, которое только надо освободить из под глыб. Когда мы откроем это, там такое будет, что надо еще будет очень много, прежде чем, я заканчиваю его цитатой, только медленными, молекулярными наслоениями, только на протяжении большого исторического пути произойдет духовная и политическая европеизация России, только медленно и постепенно будет с нее спадать спесивая доморощенность. Вот мне кажется, что это все сбылось, но доморощенность с нас все-таки потихонечку спадает, и залогом там, мне кажется, создание международной русско-европейской лаборатории во главе с Люксом и Кантером. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Худший, а может быть, одна из ведущих наших историков, Борис Борисович Аришин, который, я тут уже знаю, по-моему, 74-го года, уже любил парады. Да, мы, понимаем, всем. Но мы еще живы, пока еще даже говорим. Еще, да. Даже выступаем. Вот. Мы работали вместе, работали. Сегодня это директор издательства «Прогресс-Транецкий». Даем замечательное мнение. Дух его, души его заставляет наш коллега и мой друг Борис Аришин, которому позволю себе предоставить слово. Спасибо. Я только буду говорить слово, потому что я совершенно не привык и не умею говорить сильно. Не потому что я хочу выделиться, просто-просто не могу. Вот поэтому я буду стоять. Я начну с того, с чего кончила Алексей Алексеевич второго мужика. Исподдумаю. То есть в последствиях. Здесь говорится причина и последствия. Все помнят, как в 1970 году отмечали всей страной историца для рождения Ленина. Это, наверное, было одно из самых смешных эпизодов, о российской истории. Потому что такого количества анекдотов, которые тоже находили, мне кажется, в другие времена я вас как-нибудь еще не застал. И это благодушный был смех, потому что это чудовищная велеречивость, это совершенно карикатурные такие вещи, связанные с восхворением великого вождя, они произвели колоссальные впечатления, в том смысле, что прошло немного времени, и все, ну не все, конечно, а очень многие, увидели ложность всего этого дела. Но сегодня ситуация совсем другая. Сегодня ситуация, которая заставляет нас вернуться к вопросу еще и о последствиях. Вот сегодняшняя конференция, она происходит в такой нормальной обстановке, обсуждении тем, которые многих интересуют, но она находится в очень разительном контрасте с тем, как обсуждается, если можно назвать обсуждением, в обществе, это тема, революция. Если вы смотрите каналы телевидения, если вы читаете нашу прессу, то мы увидим такая степень экзавитации, такая степень ярости, враждебности, которая разливается у тех людей, которые говорят что-то о революции, она зашкаливает. Зашкаливает. Я сравнительно недавно смотрел передачу по телевидению «365 дней», ТВ, вы знаете, там есть исторический канал, и ведущие у ведущего спрашивают, а как вы оцениваете Октябрьскую революцию? В конце уже, после, очень долго говорили. Он говорит, ну, как огромную победу на месту генерального штаба. Но не без некоторого кокетства, понятно, что продемонстрировал свои некоторые знания, которые, вы знаете, любой школьник сейчас. Но если посмотреть весь навал пропагандистский, который идет, он действительно вызывает то же самое. Бесконечный кульбированный вагон, бесконечные немецкие деньги и американские деньги, бесконечные действия английской и французской разведки, слабость Николая Второго, ничтожество временного правительства. Огромные есть волосы Солженицына, причем уважение к Александру Исаевичу. Конечно, то, что он написал в февральской революции, может быть, к сожалению, на мой взгляд, командир представителей, как это будет. Ну вот, а если посмотреть общественное мнение, как сейчас, через сто лет, люди относятся к подтягусь переваливому цеплению, Сталину, индустриализации, коллективизации, чудовищному террору. Да не было его. Когда в прогрессе, ну вот, в эпоху перестройки начали издавать много книг, переводных, замечательных книг, то, что посыпалось такое количество писем, перестаньте третировать нашу историю. Не надо вообще обо всем этом говорить и так далее. И прошла некоторая эпоха, когда люди чуть-чуть вчитались, а издан огромное количество книг, и документов, и книг, и статей, дестательны. Но давайте посмотрим на итоги. Они, к сожалению, печальны. Печальны. Это высокая оценка, которая дается вождям революции, о которой сегодня говорили. Абсолютное непонимание того, что происходило в эпоху террора, и нежелание этого знать. То есть, я думаю, что пройдет еще очень много времени. Очень много времени понадобится для того, чтобы можно было преодолеть вот те закрытые системы смыслов и ценностей, которые очень глубоко сидят в нашем сознании, в нашем современном, у нас самих. То есть, закрытые системы смыслов, это что такое? Это убеждения, верования, это символы разные, это образы и прочее, которые вот столь глубоко сидят в нашем сознании, что они не дают возможности развиваться этому сознанию. Они не дают возможности прислушиваться к другому мнению. Они не дают возможность вступить в диалог, потому что то, что это происходит, это какой раз в этом диалог, это чудовищный крит, это чудовищное оскорбление, это значит, что то, что лежало в основании этой революции, оно значительнее, к сожалению, еще осталось. Но я не хочу здесь впадать в такой уже тотальный критицизм, потому что есть и другого. Я не говорю, чтобы не делать слишком комплементарным все это наше обсуждение, но даже вот эта конференция. Можно назвать огромное количество книг, огромное количество статей, которые дают возможность углубить понимание революции, не только ссылаясь на великих деятелей прошлого, гердяевых, строгихых и так далее. Это очень хорошо изучено и замечательно, что это было изданно в своем вопросе, не философии, что это изучают, читают, интерпретируют и так далее. Но то, что мне особенно было бы интересно в этом сюжете, это проблема сознания. Сознание не идеи при всей огромной значимости идеи, особенно в революции, а именно сознание. Сознание. Что произошло с сознанием тогда, в те жестокие времена? И сейчас есть немало книг, и переводных книг, я могу назвать книгу, Кену Уилбера, может быть, вы читали, в интегративном взгляде на Мюнбро, например, Ласла и так далее, которые изучают проблемы сознания в современном, говорят о необходимости изменения системы ценности и так далее. И они очень много говорят о том, что произошло. И здесь представление о революции, о срыве в Архангии. Это ключевая революция. Это не сегодня придумали. Все, наверное, знают, Густаво Легон, он написал, переведена была книга «Психология народного масса» еще в 1896 году, а потом издана уже в эпоху переставлительных. На 1902 году она была. Она была написана в 1902 году. Что? В 1902 году она была. Нет, у меня, в принципе, есть 96-й год. Он даже со мной. Я когда-то очень внимательно изучал эту книгу. Ну вот он говорит, что, так и начинается книга, что важнейшей характерной чертой нашей эпохи является замена сознательной деятельности индивида бессознательной деятельностью толпы. То есть он считается одним из основателей социальной психологии. И вот его изучение, так сказать, психологии масс, психологии толпы, это, в общем, довольно существенный вклад в науку, хотя это не возникло в 19-м веке, а архаическое сознание, по-разведению, конечно, принадлежит значительно более древнему древнему. Так вот, Легон говорит далее, что на смену божественного права королей приходят божественные права толпы, что новые догматы, создаваемые толпой или их вожаками, они в конце концов примут такую чудовищную силу, которая не допускает никаких сомнений, никаких возражений, которые будут стремленно, что никаких других возможностей. Это, ну, мы знаем практику большевизма, об этом говорили, левый уклон, правый уклон, центристы, там гуманисты, пацифисты и так далее, и так далее. Против всех это все забаррикатировано, системы мышления. И вот этот срыв, вот этот срыв психологический, вот туда очень глубоко, начало трансивилизационного развития. Это очень важно. Это очень важный момент, который следовало бы более широко, более широко привлекать внимание именно вот этим обстоятельством. Ведь что? Вот Лебон говорит также, что не короли создавали во Фоломене в свою ночь и религиозные волны, и не Робеспьер и Сен-Жуст создали тороп. За всем этим выступает душа толпы. Вот его это интересует. Что стоит помимо деятельности, помимо дурацких идей и так далее, вот эта вот душа толпы, это очень важно. Это психология масс, которые вдруг выступили, так сказать, на социально-политическую арену. Причем, вот здесь уже упоминали Сергею Булгакову, он тоже, наверное, вы знаете, это замечательная фраза, когда он говорит, что больше юбизм вырос из матерной брани. И это значительно глубже и тоньше, нежели когда мы рассуждаем бесконечным образом о марксистском учении, о диктатуре пролетариата. Вот откуда все это растет. Не просто, и при всей огромной силе, конечно, которая стояла за идеями, о которых много уже говорилось, но здесь вот еще и другого. Вот это другой пласт. Мы спрашиваемся, а почему это произошло? Это следующий момент. Срыв. Срыв. Конечно, много есть обстоятельств, очень много написано исторических работ, как все это происходило, но современная наука, она использует некоторые другие категории, чем историки. Хотя и историки тоже уже к этому прибегают, и философы тоже самое. Это ситуация бифуркационная. Вот февральская революция, она привела к тому, что возникла вот эта бифуркационная ситуация. То есть возникло сразу много возможностей развития. буржуаза, конституционно-анархиического буржуаза, разные возможности появились, и эти возможности и одновременно увеличилась, и колоссальным образом увеличилась возможность случайных факторов. Случайных факторов. И это то, что называют малые фрактуации, условия такого хаотического брожения. Вот в этих условиях система перестает реагировать на флактуации. Это академик Никита Моисеев говорит о том, что система теряет память. Система теряет память. И вот мы видим, как все это расплылось. Как это сложно. Не просто раздавать прокурорские оценки, как делают некоторые трактором, генетерами там. Вот не сделали того, сделали плохо, предали это. Это просто вот разносы такой прокурорский разносов в духе вышинства. А это очень сложная ситуация, где все оказалось возможным. Вот один из историков пишет о том, что, ну, вот что говорят там о случайных факторах. Ну, если бы положим, предположим, тоже пример смехотворения, студентам рассказывать на первом курсе, ну, положим, два кирпича упали. Один кирпич на голову Ленина, другой на голову какого-то росту. Что, не было бы революции? Я бы говорю, конечно, а? Конечно, автор говорит, была, потому что нерешенность аграрных прошлых, нерешенность национальных проблем, условия военного времени и так далее, и так далее, она была необходима. Но большиняки говорили, что это объективно, исторически необходимость, потому что была эта революция. Ленин говорил, неизбежно, грозящая катастрофа и так далее, и так далее. Все это очень даже при увеличении. Но вот это очень тонкие вещи. Они стали христианативными из-за этих примеров бабочка в Калифорнии и пустыни в Монголии. Это как-то кочевает из книги в книгу. Но на самом деле значимость этих факторов, которые люди не видят, не замечают, заметить не хотят, это же проблема работы над сознанием. Люди, которые совершали революцию, и особенно вожди революции, тот же Ливанчев, это крайне узкие в своем мировоззрении были люди. И чем уже было их мышление, тем более эффективными они оказывались. В данном случае конечно вот эти факторы как некоторые нерешительные с положенным преданным правительством, которые не могло решать как известно откладывали все это учредитное собрание, но некоторые. Можно ли ставить им вину в том, что они вообще не пошли на террор и так далее. Так вот случайные факторы они сыграли решающую деятельность. То есть с одной стороны революция она была не была случайной в времени. Вот Игорь Чубайс хорошо всем известный он говорит, что революция это октября вообще не имеет никакого отношения к русской истории. Что русская история замечательная, русская культура прекрасна, замечательная духовность. И вот случилось, пришли вот эти люди иноземцы, иностранцы и так далее. И вот совершили то, что совершили. Поэтому взять и убрать ее вообще из наших учебий, вообще из нашей истории исключить. Вот есть такое крайнее мнение. Другое крайнее мнение заключается в том, это просто слухотворно, конечно, Никита Бондаренко в московском консомольце пишет о том, что мы же должны понимать, и не забывать, что это была первая социалистическая революция в мире равных возможностей. Равных возможностей. И что полмира, оказывается, учились у России как им жить, как им действовать. То есть так решать социальные проблемы, как никто в мире не решал. Это другая крайность вообще вот в этих ситуациях. Так вот, случился срыв в условиях дефоркационных ситуаций. Случайные факторы оказались решающие. И вопросы заключаются еще в том, что дело просто в хаосе, дело в психологии толпы, а как быть действительно с этими идеями, с большевистской практикой и так далее. Я хочу прочитать, наверное, вам, конечно, известно это, но я очень люблю, и не только потому, что я его игра, потому что это высказывание Георгия Горобства очень хорошо показывает действительно вообще нацена на проблемы. Наверняка кто-то знает, но я обращаюсь на него к последующему. Вот он говорит, что история русской культуры вся она в переборах, в приступах, в отречении или ухлечении, разочаровании, изменения, разрывах, всего меньше в ней непосредственной ценности. Русская историческая ткань так странно спутана и вся точно перемята и оборвана. Истинно, русская душа живет и пребывает во многих веках и возрастах сразу. Не потому, что торжествует над временем и возрушается над временем, напротив, вот это вот очень важная фраза, распыляется во временах, несовместимые и разновременные душевные формации как-то совмещаются и срастаются между собой. Но с ростом не есть синтез. Именно синтез ты не удавался. Вот это вот слово сросто мне кажется очень важным. Очень важным. Из того, что он говорит, это не есть какие-то особенности России как страны абсолютно лишенные рациональных способностей и так далее, как некоторые пишут. Нет, очень многие страны переживают такие же потрясения, такие же разрывы, но из этого совсем не следует революция. Совсем не следует революция. Вот те же ученые, которые занимаются синопетикой, они говорят, что это рефункциональная ситуация, они могут быть структурными, структурными, которые приводят к некоторым структурным реформам. Они могут быть системными, которые приводят к полному уничтожению существующей системы. Структурную реформу могло осуществить в Редине правительства. Системные осуществили большевики, что из этого было, вышло, мы здесь сегодня много слышали, да и много без того знаем. Вот и вот этот сросток, сросток, это очень существенная вещь. Здесь возникает понятие, о которых тоже сегодня немало пишет, проблема традиции, архаики, традиции и модерны. Они везде существуют, в любой стране есть определенные соотношения традиционного модернистского архаического сознания. Ну, взять Японию, такой характерный пример, сохранили традиции и сохранили модерны. Развивается очень мощно и вместе все сохраняем. Многие европейские страны, конечно, то же самое, конечно, нашли возможности сотрудничать. Вот есть такая книга Джабрестау, да, американцев, демократии и традиции, где он говорит, ну как, Америка в протяжении всей своей истории вот схватились либеральная и, так сказать, консервативная мысль. Одни, я бы перестал говорить, одни не видят и не хотят видеть значимости священного, традиционного, религиозного, мифологического, сосредоточившихся на экономике, на управлении, на обыденной жизни. А другие говорят, хорошо, ну, а либеральные, так и вот. Мы исходим из того, что жизнь проблематична, что мы должны решать проблемы нашей жизни. Обращение к священным писаниям далеко не всегда помогает решать конкретные проблемы. Поэтому гражданское общество это то, что механизм обсуждения проблем, которые требуют обсуждения, на которые нет однозначного ответа. Поэтому мы должны механизм не контракать. Поэтому вот это взаимодействие, оно чрезвычайно важно, но существенно в разных странах. В России не очень это получалось. Когда пришли власти большевики и сегодня мы тоже об этом говорили, это сокрушение традиций. Прошло время и соотношение традиционного архаичного мотомейства очень меняется. Мотган что значит? Это понятно. Большевики приняли экстремную инструментальную концепцию модерна. Производительные силы, экономика и так далее. Вот вперед. Вне так сказать социальных, политических, и крупных составляющих и так далее. Архаика существует, она отступает. Здесь меняется взаимодействие в ходе советской истории. Здесь можно по этому поводу много говорить, как это меняется. Ну и мы сами были свидетелями того, как меняются эти взаимоотношения. Но сегодня мы видим, как вот этот сросток, который образовался тогда, он распался. Сегодня традиционно ведет настоящую войну против модернистов. Модернисты, условно говоря, потому что все помрать не нужно, если ничего прошло, понимать. В свое время ну как-то не поняли, как-то не смогли немножко больше посострадать тем людям, которые считали, что они живут в великое время, великих свершений, там, коллективизация, индустриализация, это несчастные люди, оболваненные коммунистической идеологией, все-таки можно было найти сочувствие, можно было бы найти какие-то слова и действия, которые бы не отталкивали эту массу людей, зомбированных этой идеологией. Это тоже не получилось. Архаика сейчас пронизывает все, я уже с этим говорил, вот она в этих дискуссиях о том видно пау, с этим видно столько ненависти, столько желания сутрушить, это как раз то, с чего начиналась революция. Это очень опасный ситуация, а архаика выступает и против модернов, и против традиций, и пронизывает их всех. Вот ситуация, которая как мне представляется, это одна из версий, одна из возможных объяснений того, что происходит. Я закончу свое выступление, обратившись к Анимеду Томбре, которого, конечно, не очень обещают, он тоже интересовался проблемой, кого он много писал, страхов, крушения, крушения цивилизации. И вот он говорит, наступает ситуация разрыва, разрыва души и общества. И тогда оказывается, что никакие обращения к будущему, они не работают. Мы видим, что не только у нас во всем мире это будущее погасло. Уже мало кто, есть только энтузиасты, верящие в генетические изменения человека и так далее, которые думают о возможности святого будущего, и так далее. Будущее погасло. И нет никаких, когда некоторые сокрушаются ученые, что нет у нас проекта будущего, это правильно, но, с другой стороны, его нет, потому что будущее абсолютно неопределенное. мы живем в условиях абсолютной неопределенности в будущем и абсолютной зависимости от тех самых случайных факторов, которые я говорю. И вот он говорит, вот будущее, обращение к прошлому, это тоже нас никуда не выводит, потому что прошлое не может наводить на настоящее. Обращение к таким реформам, конкретным, последовательным и так далее, тоже не решает эту проблему. И мы видели в нашей истории много было разных реформ, и практически все они закончились, к сожалению, неудачно. Кто говорит о чем? О том, что это исторический тупик, он сейчас присущ вообще всей нашей мировой цивилизации, она находится в тупике. Тупик это не значит, что это экономический кризис, все рушит и так далее. Тупик или кризис это есть форма через который нельзя пройти создавая ноты. Конби говорит о возможности обновления, обновления, что в этих условиях созревает нечто такое, что может вновь создать более безопасные структуры. А другое чинение, на котором тоже я суда есть, когда я говорил о фунтуации, известный мобильский мобильник Прикожин, он говорил довольно мрачного о перспективах развития человечества, но сдержанная надежда, как он пишет, она заключается в том, что тоже в очень малой фунтуации. То есть в деятельности отдельных людей, отдельных групп, отдельных организаций, объединений, которые что-то создают, которые напряжены мысли, которые переживают по-настоящему историю. И только на этом есть никакие объективные законы, никакие объективные законы за отсутствием договора, они получены хорошим для этого. Спасибо. Первая часть нашего доклада подошла к Хацуму. Директор председателя этого собрания предыдущей движущей лаборатории на выключении махального устойчива все прошло блестящее. У нас были блестящие кайфальчики, которые говорили умно, хорошо, разумно и толково их сроки укладывали. Более того, как я бы сказал Ирина Валерьевна, у нас зарасталась 15-го на обсуждение, если кто желает. что-то сказать, тут, конечно, сегодня поляков. Ты спрашиваешь, что пришел. Это вопрос. Он верил в нас. Давай вопрос. В общем, такой вопрос размышления. И вообще всем. Это первым, это можно и так обозначить. Во-первых, конечно, философ, но и всем, кто захочет открыться. Я к тому, что действительно, я так чувствую, что доминанта лаборатории, в общем, у вас такая получает лабораторная работа на тему что это было. Сколько лет назад. В общем, доминанта, как я почувствовал, все-таки состоит в том, чтобы вскрыть глубинную, закономерную неизбежность того, что произошло. как плакать. Это уже ваше действительно. Это ваше капитал. Да, присутствует, конечно, это, но в основном я уловил именно такой смысл фактической большинства докладов действительно выявить глубинную закономерную неизбежность или наоборот неизбежную закономерность того, что произошло. Но вы знаете, это действительно очень интересная и правильная задача для ученого сообщества, но в то же время можно обращаться и к таким непредсказуемо хаотическим ужасным моментам, когда не просто сон-разума, а его отсутствие в общем рождает, запускает вроде бы логичный процесс, который сам по себе отсутствие сна или ровного? Отсутствие того и другого в одновременно. Но отсутствие разума, который не спит, потому что он отсутствует. Оно запускает логический процесс, как тому, что в основе реконструированной нами логики присутствует нечто нелогичное и непредсказуемое, потому что, как все прекрасно помнит, даже самые могучие умы того времени, в частности, Владимир Ильич Пейцарий говорил молодежи, что наше поколение не увидит этой революции, только вам, молодым, придется заниматься. При всем том, что в принципе прогностическая сила Ренина невероятно писали, если вы тексты читаете, особенно после 17-го года, впрочем, и до 17-го сутка. Ты, знаешь, что он развивал там, да? Он писал «Государство и революция». Я знаю, потому что мне немножко обрадовало. Нет, но так он же писал книгу, которая легла в основу так называемого военного коммунизма, который никакой не военный, а был назван так уже с Калининской реконструкцией в октябре в силу того, что это был настоящий коммунизм, надо было спасать репутацию. Я правду, что это редакция в условиях военной гражданской, которую мы сами развязали. А так бы это был хороший коммунизм. Вот Ленин писал «хороший коммунизм». Так. И дальше все шло по этой книге. Я к чему вот, Саша? Гениальная абсолютно реконструкция того, тех, так сказать, опорных пунктов европейской мысли в связи с рождением самой идеи тротворения из ничего в государственном пространстве. Гоббс, Руссо и... Вернее так, у тебя пропущен лоб по понятной причине. Сейчас ответишь, да. В тексте он есть, но я его не могу ждать. Да, да. Бай-де-фолт он подразумевается, что он должен быть. Я к тому, что если вот эту такую глобальную философско-теоретическую схему Александра Шрифовича применить к сюжету русская революция в ее конкретности и непредсказуемости 27 февраля 1917 года по-старусски, когда все случилось, и как гениально описывает в Красном Корресе этот Денис с Луженицем, никто не понимал, что происходит, но все произошло так, что потом дальше все вот это происходит, покатило. Вот эта солдатская масса с вымышленным или точным персонажем ультером Кирпичниковым, который стреляет в офицера Лошевича, капитана, убивает его, после чего для волынцев путь назад отрезан. Они только бегут вперед, и в этот момент, когда толпа вооруженных людей, которые не знают, что делать, кроме того, как громить город, открывать тюрьмы, выпускать уголовников, а в этот момент вдруг появляется подсказка «Идемте в Государственные Думы». Володь, не спи в это время. Это Расплёв. И Роккутузов. Ну да. И в этот момент появляется подсказка, когда здесь подходит эта толпа в Государственные Думы, находится персонаж по фамилии Керенский, который говорит «Я, вот я». Вы не знаете, что делать дальше, я вам скажу. И после этого запускается собственно процедура или процесс вот этого рождения государства из ничего. То есть передоговаривание на Тунна вот на этом месте 27 февраля, когда толпа превращается в суверенную. И вот здесь в этой одной точке вот этой нашей с вами общей национальной истории мы видим, как спрессовывается буквально там несколько минут, там 150 или там 500 минут, вся вот эта европейская теология власти, когда уже нет суверена персонального боксовского царя, появляется псевдо-суверен парламент в лице Государственной Думы распущенный в это время как раз накануне 27-го, то есть вечером, по-моему, совещание Кабинета Министров и премьер пользуясь тем, что у него карта бланш государя, он подписывает рост в Думу, то есть Дума уже нелегитимна, то есть она не тут не то слово нелегитимна, она незаконна, она не может ничего представлять, но она остается, и в этом смысле появляется парламент буквально вот по гопску, да, и тут же появляется новый суверен народ, который заявляет свои абсолютные права. вот эта потрясающая драма вообще одновременно и идей и событий в русской истории, мне кажется, вот это вот фантастическое поле для совершенно новой работы не в жанре кто виноват, инородцы или, значит, русские крестьяне, был ли это случай, по-моему, что да, или это вообще большая история, а как действительно в одном случае конвенсуется одна большая история, в чем согласен, Саша, в неотрывной связи с европейской логикой. Очень интересный сюжет, когда европейцы за нас все продумали, а у нас это случается по-настоящему, да, вот с Леонидом Люксом я полностью согласен, вот это вот конфронтация двух миров, в котором допускается игра в бисер, не разрушающая собственно саму жизнь, и когда в нашей среде каждая мысль доводится до не до абсурда, а до того, что она реализуется в жизни, тем самым уничтожая эту жизнь. Вот у меня такие, значит, вопросы в форме реплики. Саша, вот. это практическая метафизика, то, что было названо практической, это превращение идей в идея кратерия, это практическая метафизика. Я признательно за эту реплику, это целая программа, потом Люкс, потом целая программа исследований, а не вопрос, да, предложенная программа исследований, я могу сказать, что я ее поддерживал, вот, а если говорить чуть более содержательно, чтобы не просто сказать спасибо, здесь есть два момента, которые я бы очень кратко хотел задронуть. Первый, состоит в том, что если принять именно в таком варианте дальнейшее продвижение этой логики, то понятно, что эта штука действительно как колесо, она не может остановиться, что он сам себя начинает сам себя начинает производить тот самый процесс, который мы знаем по страшным революциям, и каким образом удается снова ввести эту учредительную власть в какие-то рамки, и не дремлет ли она подспудно, не желая, а я считаю, что она прорывалась у нас совсем недавняя история, и проблема учреждения новой политической системы, именно учреждения на пустом месте мы прекрасно знаем, как она решалась в 1991-1993 годах, именно на пустом месте. Это делали мы сами? Да, Отчасти да, во всяком случае там воспроизвелись, воспроизвелась во многом та же логика, поэтому предположить, что теперь наконец все успокоилось, и мы можем просто об этом говорить в чисто академических интонациях, я в этом не уверен, здесь не чисто социологические причин. Это второй момент, который мне кажется очень важным, и позволяет, как мне кажется, не сосредоточиться на том, что там я говорил, а иметь в виду более широкий контекст сегодняшних выступлений. Очень тонкая проблема, которая состоит в социологическом, да, несколько человек использовали это слово, в социологическом анализе революции. Это огромная проблема, потому что есть традиционный социологический язык, который говорит, есть какие-то социальные силы, есть какие-то интересы, есть ресурсы, есть шансы на то, что события примут определенный оборот. Но когда они принимают совсем другой оборот, я тут даже не выдержал и процитировал позавчера у себя в фейсбуке Троцкого, который говорит, что там, да, социология оказалась самой несчастной вообще из всех наук, совершенно бездарно, значит, ничего не смогла ни предсказать, ни понять, ни так далее. Это он писал в 30-м году. Вот, но ведь это чистая правда, да, потому что есть определенные границы, есть определенные ресурсы, возможности, даже самой лучшей социологии, которая построена таким образом. И вместе с тем, как только мы становимся, ну вот, извините, на философскую точку зрения говорим, что если происходит определенного рода случайные события, безоснованные события, не беспричинные, но не необходимые, это огромная радость. У случайных событий есть, да, у случайных событий есть свои причины, но они от этого не становятся предотерминированы, сверно-терминированы. Вот, и когда это происходит, начинает разворачиваться совершенно другая история. И вот в этой истории уже нет, скажем, предшествующей Европе, сосуществляющей какие-то страшные вещи России, а есть та общая история, в которой для меня, я думаю, что дискуссий, видимо, сегодня не будет, но я очень бы хотел, чтобы она когда-то была, а для меня продолжение этой истории потом по Европе, продолжение этой истории, в частности, в Германии, где, конечно, да, где все это нашло огромные отклики, где совершенно было непонятно, кто справа, кто слева, где появляется идея консервативной революции, где все это, в конце концов, кончается, я подчеркиваю, это было официальное название, Великая национально-социалистическая революция, оторвать это от большой всемирной истории нашу тогда уже никогда не получится, а логика процесса в значительной степени была с идейной стороны та же самая, а с исторической она была определена тем, что русская революция уже была. Хорошая идея, Гиттер тоже был непредсказован. Можно я просто, если не было бы победы, возможно, не было бы обучения на столе. Нет, я не хотел сказать. Давайте, несмотря на дискуссию, хаос соберем сайт. Я, может, сейчас хотел бы тоже кое-что на тему эритики сказать. Я не верю в неизбежность ни в большевистские победы, ни в победу, неизбежность победы нацистского режима или нацизма. Я считаю, что все зависит от свободы воли человека. Человек до конца свободен. Поэтому я отрицаю такую концепцию, которую иногда некоторые политологи формулируют. Они говорят «Поинт оф нау ретарн». Что вот когда-то в 32-м году произошло в Германии то, что уже нельзя было значит предотвратить. Сейчас вспомним, когда я говорю, говорю, когда мы говорим о Германии. Вспомним, что в августе 32-го года Гитлер вел беседу с рейс-президентом Гиндермунгом и Гиндермунг ему сказал «Вы никогда не станете рейс-канцемером, потому что ваша цель уничтожить все партии и создать диктатуру». То есть он все знал и от него все зависело. Это рейс-президент в 32-м году. Это было уже президентское правление. И почему все-таки удалось приверженцам этой концепции, это были консервативные круги, фон Паттоне и так далее, все-таки убедить Гиндермунга. Об этом говорит немецкий историк, биограф Гитлера, социал-демократ. Он говорит о бегстве от ответственности. Это самая ужасная установка политического класса, когда он отрицает свою ответственность за политические судьбы своей страны. И это произошло тоже в 17-м году в России. Это бегство от ответственности. Потому что когда мы говорим о массах, Пугачевы никогда не побеждают в борьбе за власть. Побеждают Пугачевы с университетским дипломом. Об этом говорил Дебест уже в 1811-м году. Посмотрим на этого Пугачева с университетским дипломом. Когда Денин провозгласил свои притские тезисы 4 апреля, Плехан говорил это бред. Об этом говорили тоже и разные вожги большевистской партии. отрицали, что это программа большевистской партии. Ленин потерял чувство действительности. То есть весь умеренный или политически разумный аспект политической элиты России понимал, что это безумие. Это сразу же уничтожать буржуазно-демократические строи и создавать социалистические революции это совершеннейшее безумие и это тоже до конца считали многие большевики камнями и синомами пытались предотвратить переворот. Они думали что это будет это кончится так же как и ведь. Поэтому я думаю что очень многое зависит от ответственности политических классов и Семен Людмич Франк говорит из глубины Маска никогда не решает судьбы политических своих стран это рисают только элиты и вот этот вопрос порчи этих элит их безвят ответственности это можно было избежать неизбежность ответственность а не неизбежность как я поняла репликный вопрос Леонида Владимировича вернулся в философские постановки вопроса что есть революция и чисто гегелевскому и лениновскому ленинской проблематике диалектической логики случайного и закономерного в том что произошло здесь кстати была еще одна тема которая корреспондирует с этой логикой случайного и закономерного это тема синалетичной модели описания странных аттракторов после этого взрыва и той логики процесса которая запускается за любым этим вектором или странным аттрактором но вы знаете я вот скорее поддержу Леонида Люкса поскольку я вижу в решении этого вопроса в общем-то уже понятую осмыслимую Федотову и Бердяеву в рамках их спора о вопросе была ли революция неизбежна или все-таки она оказалась трагическим сочетанием факторов состоявшихся в большой русской истории на Бердяева ответ был однозначен что русская революция была неизбежна он ее метафизически обосновывал для Федота Ванет он избегал этого детерминизма всяческих сортов от Маркса до теологизма Парла Барта то есть любые версии любые версии отвергал и говорил о том что борьба шла до последнего момента до последнего момента и здесь сравнима ситуация с борьбой которая идет с душой любого человека что в конечном итоге оказывается той последней минимальной секундой граммом мыслью которая перевешивает в сторону зла а не в сторону добра в сторону хаотизации а не в сторону продуктивного решения этого вопроса мы не можем сказать но для религиозного сознания ответ очевиден что любая случайность это проявление высшей закономерности почему все русские религиозные философы в общем сошлись на этой точке как бы решения неизбежности а те которые те которые были обладали все таки более социологическими и менее историосовскими но более социологическими и практико ориентированными какими-то моделями исследования и понимания для них конечно этот вопрос был однозначно не решен поэтому и я остаюсь на точке зрения федотова что русская революция не была неизбежной в той или тех формах последствий которые мы сегодня сто лет обсуждаем спасибо дорогие колеси я вынужден закрыть нашу сессию и поступают некоторые убегают уже на втором части революции я хочу напомнить всем участникам что к концу мая мы ждем тексты и адрес который можно посылать указан в программе это адрес Евгения Валерьевна который все это соберет ну а дальше уже будем решать как их и где публиковать слушай хочу претензию ты тоже хочешь претензию так так и